Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Эй! Всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий от канала Купленов Плей, а это ТАПС. ТАПС, именно тот ТАПС, который вы все прекрасно знаете. Тот тотально, тот аккуратно, тот балирно, симулирно. Всё вот это вот в одном месте, вот эта куча мало, которые здесь представлены, это всё ТАПС. Вышла новая компания под названием Wild West. Дикий Запад, если ты не в курсе, потому что, ну, как бы, коренные английские слова, я, в принципе, умею, знаю. Вот, вышла новая компания, вышла, соответственно, новая... Что-то это долетает пыль постоянно. Вышла новая фракция войска, всё весело, забавно. Давайте посмотрим, сколько здесь. Один из четырёх страниц. А чё так много-то? Не понимаю. Короче, первая половина должна быть мы все против них, потом они против всех. Как-то так всё это обычно работает. Раньше была менюшка, другая не была квадратами, было всё по-другому. Короче, 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 короче. Ничего другого... А как делать так, чтобы я заходил? Ф, Ф, окей. Руки-то помнят. Руки-то помнят. Ебало какое. Скульптуры. О, музяка. Музяка всегда, по-моему, была, но какая-то такая классная музяка играет. Так, это секрет, да? Нет? Ну, где-то по-любому, скорее всего, уже вышли секреты. О, вот секрет, конечно же. Нет? Я понял. Как всегда, на карте должно быть, наверное, несколько секретных бойцов. Как минимум, один. Плюс ко всему, где-то есть ещё секретные бойцы другие. Но это всё лучше посмотреть потом в определённых гайдах, которые у меня есть, ссылка сохранённая. И не шастать, не рыскать, просто увидеть там, где это нужно. Короче, кто против нас? Против нас чуваки из Шахтёры. Против нас динамитчица. Взрывная женщина. И, в принципе, всё. Окей, ну ладно. Чё так громко-то? Defeat Blue Team называется эта миссия. Мне её нужно, точнее, завершить. У меня всего 1900, и против меня... Четыре... Восемь... Тринадцать человек всего. Серьёзно, против меня. Мне дают 1900, и говорят, победи 13 человек. Без проблем. Без проблем. Так, на Девса не хватает этого печали. Я не знаю, что они умеют. Так громко ты орёшь. Я не знаю, что они умеют, я не знаю, что они делают. Поэтому давайте чем-то попробуем их просто... Кто вообще, в принципе, дерётся с чуваками на Южном Западе? Ковбои против индейцев? Так всегда было. Ковбои против индейцев во всех фильмах. Наверное, это кануло есть. Ну, либо призраки на Диком Западе тоже, наверное, бывают. Давайте попробуем, может быть, с призраками что-то получится. Давайте посмотрим. Вот с вордкастера одного поставим. Пусть он колдует своим мечами, и всё будет вечно забавно. Ну и пару скелетов тоже здесь навстречу. А почему нет? Пусть они защищают с вордкастера своего, и всё нормально. И всё хорошо, и всё красиво, и всё чётко, поехали. Без каких-либо проблем. Просто всё делается очень... Они своими кирками этими, наверное, очень... Ебать, они же как-то взрываются. Что засыпаю, айо, что... Так, окей, короче. Динамит взрывается сам по себе. А мечник очень быстро всех уничтожает. Хорошо, отлично. Главное, чтобы в него не кинули динамит. Ой, нет, нет, это невозможно. А это кто? Что такое? А, это голова. Я думал, кто-то побежал. Ты куда, блядь? Ты куда, блядь? Так, ну окей, я победил. Но это было несложно. Это было... Так, а ты кто такой? Что это, блядь? Ебать, человек кактус, серьёзно? Хорош. Вот это красавчик. Вот это мощный парень. Хе-хе-хе, выглядывающий он тут тоже несложно. Сука, человек кактус с цветочком, выглядывающим за чумачком. Такой, типа, блядь. А что ты? Я всё вижу, я всё вижу. Я всё вижу. Я говорю, всё вижу, блядь. Ладно, окей. Кто они? Непонятно. Они у меня закрыты. Это кактус, окей. Я могу посмотреть, в принципе, сколько они стоят, чтобы понимать, что они из себя представляют. Но они за 400, но, по идее, ничего страшного. Я вообще не вижу никакого чё-то серьёзного из какого-то. Давайте просто вороны нападут на Дикий Запад и разъебут его с ног до головы. Возможно, у этих кактусов какая-то есть защита. Сто процентов какая-то... И всё, что ли? У кактусов нет защиты? Ну, наверное, логично, что все, кто к ним приближается... Можете, пожалуйста, отойти отсюда, нахуй? Скорее всего, тот, кто к ним приближается, тот получ... Блядь, кто же будет быстрее и умнее? Окей. Кто-то... Никто из них быстрее и умнее не оказался, а быстрее и умнее оказалась ворона, сто процентов. Он мог только что помереть, прям без проблем. Да что ж такое-то? Так, хорошо. А новые мушкетчики, что ли? Ганслайдер? Или кто это? Или Дэд Ай? Ну, секунду. Скорее всего, тот, кто приближается к кактусам, должен получать дамаг. Ебать, четыре револьвера, ты чё? Четыре револьвера, ты кто, блядь, такой-то? С четырьмя тревольверами. Ганслайдер или Дэд Ай? А это, наверное, квик-дроу. Хотя хуй знает. Но они, по идее, должны по отчете поступать. Но, скорее всего, это ганслайдер. Типа, ну, четыре револьвера, четыре выстрела. Я даже не знаю. Ладно, у меня четыре пятьсот. Здрасте. Это опять бутерброды начинаются. Опять начинаются какие-то бутерброды. Это не честно. Давайте с пиратами повоюем, что ли? Пират в королеву я ставить не буду. А вот товарищи, которые постреляют с пушек. Хотя пушка эта мелковата. Пушку надо покрупнее, в более большую кучу народу. Может быть, танк поставить? Пусть ебошат, да и все. В чем проблема, я не вижу совершенно. А, нихуя! Они стреляют в воздух, а летят потом сверху, что ли? Да, смотри, херачит как. А потом все летит. Потом все летит вниз. Но все почему-то попадает именно в мою броню. Ну, тоже неплохо. Я думал, что они будут стрелять в меня. Значит, все правильно. Это значит, они были нарисованы. Это какой-то пулевой дождь. То есть они стреляют вверх. Потом этот салют летит в меня. Хорошо. Хорошо. Вижу опять кучу взрывных женщин. Кактусы и... И все. Ну, по идее, на танк да винчи мне не хватит. Так бы я поставил бы, конечно же, его и просто бы выиграл. Значит, они закидают меня динамитом. И, по идее, все, возможно, поставить самураев, чтобы они как-то отбивали просто мне все это дело. И все. Вот сюда самураев. Сюда само... Это далеко. Сюда самураев. Сюда самураев. Просто много самураев. Пусть отбивают все патроны и все динамиты. А, они их не отбивают. Хорошо. Они их не отбивают. Подожди. Этот кактус взрывается иголками, если что. С него вылетает. Да, очень много иголок с него вылетает. Ну, пока что хз. Что это такое? Это он весь в иголках, у меня серьезно? Еба тут развлечение. Еба развлечение. Так, я выиграю, нет? Ну, по-моему, да. По-моему, сумраи просто выиграли по красоте. Они, конечно, не должны были выигрывать, потому что здесь так много динамита. И динамит должен был весь взорваться. Тем более кактусы всех поубивали. Но мы почему-то справились. Мы почему-то справились. Я не понимаю, почему. Причем осталось довольно много. Ну, хорошо. Без проблем. Пока что не вижу что-то сложного в них. Но, опять-таки, это до первого случая. Так, кто ты? Ты человек-коробка, блядь. Что это такое вообще? Это сейф? А, да, это сейф. Они спиздили сейф. А кто они? Это просто воры или кто это? Ну, типа, окей. А кто они такие? Ну, лосони не похожи. Да, это, наверное, какой-нибудь снайпер. Я не понимаю, кто это. Я не понимаю, кто это? Ну, ладно. Я не понимаю, кто это. Может быть, просто спалим их? Ну, типа, почему нет? Раз на этот сейф. Раз на этот сейф. Вот сюда и вот сюда. И по красоте. Все, кактусы сгорели. Сейфы полетели. Они с деньгами, блядь. Сейфы-то с деньгами. Смотри-ка. Сейфы-то прям с деньжищами. С огромными, блядь, деньжищами сейфы-то. Ну и окей. Может быть, отцепимся от драконов-то? Спасибо. Они не отцепили. Сейфы с деньгами. Кто их кидал, я не понял. Но на лосо это не похоже. Может быть, секретный боец? Здесь не... А, вот это лосо. Это я понимаю. Секунду. Получается. Динамитный бросалец. Шахтер. Кактус. Фейерверщик. Лосовик. Вот затейник, пожалуйста. А кто такой Дэд Айта? Нарисован прицел на сейф. Это не похоже никак. Так, со всех сторон опять не окружают. Блях, это прикольно. Прикольно, что окружают со всех сторон. Но опять-таки все это решается набором практически одних и тех же людей. Две с половиной пиральского королева. Надо поставить Зевса как минимум, сто процентов. Чтобы он их покарал за вот это вот отношение к себе. Плохое. Раз Зевс. Ну и два Зевс, допустим. Можно еще Зевсов оградить. Или принять на себя первый удар в качестве щитовиков. Почему бы, собственно, нет. Здесь есть кто? Здесь тоже кто-то есть. Ну и все. Без проблем. Просто получается, весь агр пойдет сейчас на первых, на щитовиков. А все остальное не так важно. Ебать, Зевса связали! Зевса подощили! Ебать! Зевса утащили! Ну, Зевс, не ебать. Зевса просто хмутает. Вот это месиво веселое. Ебать, тут туса скопили. Туса, блядь. Я проиграл. Внезапно. Я внезапно проиграл. Как только. Кадр. Кадр, кстати, хороший, неплохой. Зевс тут что-то кому-то воткнули. Все очень плохо. Тут аж глаза закатил. Или у него их в принципе нет. Конь вообще кричит. Помогите, спасите. Тут, блядь, драка сама по себе происходит. Короче, два Зевса не справились. Два Зевса не справились. Ну, картина ничего. Картина не чешная. Взял бы на приюшку, были бы кадры получше. Подожди, знаю. Вот так, в принципе, неплохо. Ну, так не видно лица. О! О! Вот это хорошо. Вот это нормально. Вот это, кстати, неплохо. И конь здесь есть. И все здесь есть. Как-то, может быть, вот так вот. Типа, знаешь, и солнце такое проглядывается, и все. Вот как-то так, наверное, да? Вот красиво. Ну, кадр прикольный. Конь, кактус, пацаны с шахты. Все отражает. Сзади домики. Ну, чисто полное отражение того, что происходит на экране. И того, из чего состоит эта фракция, блядь. Так, ладно. Значит, не получилось. Короче, они слишком быстро связали всех. Чтобы они слишком быстро кого-то не связали, может быть, просто покидать в них копья? А, ну и принять коней, конечно. Принять коней на копья, само собой. Принять коней на копья. Дальше Зевс будет отсюда начинать. И парочку лучников сзади постреляют. Не хватает. Хорошо, окей, да ладно. Напустим. Зевс, значит, начинает с задов. Это логично. Зевс... А кто в него стреляет? А, динамитно. Конщики очень быстро всех убивают. Они прям не какие-то... Они жесткие. Смотри, что, блядь, делают. Их ничего еще и не берет, нихуя. То есть кони прям нормально так блокируют. Прям просто все забирают для себя. Хорошо, один конь помер. Зевс пока живой, но это ненадолго. Кони очень быстро врываются в толпу. В этом их преимущество. Они очень быстро врываются в толпу. Нужно сделать что-то, чтобы они не смогли ворваться в толпу. Может быть, дать по ним магам разочек? По каждому коню дать с мага? Смотри-ка. Нет, окей. Маг. Получается, маг все принимает не туда. Тогда поставим вторую волну магов. Почему бы нет? Вторая волна магов. Может быть, топорятска? Почему бы нет? Нужно так, чтобы кони упали. Нужно чем-то сделать быстренько кони. Что-то сделать с конями, чтобы они не успели ничего сделать. Может быть, покидаться или надо что-то? Бардов, да вряд ли. Может быть, лучников на задние ряды просто поставить, коней сшибать. Почему нет? Окей, мои эти не помогли нахуй коням. У коней подкова, у коней копыта. Коням ваши, блядь, из-под земли шипы в хуй не уперлись совершенно. Абсолютно, потому что они привыкшие уже получать шипы от кактусов. Хотя, в принципе, еще живем. А вон можно в того коня пострелять? Спасибо, конечно, большое. Действительно, вон в того, пацаны, вон в того. Вот в этого, пацаны, быстрее стреляем, блядь. Пацаны, быстрее, пожалуйста. А второй ты откуда взялся? Нет, он, блядь. Где-то был такой, сука. Где он, блядь? Да где он? А вот он. Сын, где он? Почему он спрятал голову свою? Там такой вообще, блядь, пиздюк. Зачем ты спрятался? Специально, чтобы я не нашел его. Так, хорошо. С головами пятня. А, с головами, говорю. С конями что-то не выходит. Что-то не выходит с конями. Возможно, стоит... Может быть, катапульту в них поддать? Хотя они его не шибут, в принципе. Или жнеца, блядь. Да куда ты поворачиваешься? Ой, блядь. Ну, это началось, конечно. Так, жнец в дисплее, кстати говоря. Может быть, сразу сделает жнеца? Блядь, почему не постоянно поворачиваются? Почему вы постоянно поворачиваются? О-о-о! Другой. О-о-о! Вот! Смерть пришла. На диком западе все очень сильно боятся смерти. Смерть пришла. Покарала, поебала. Всех с коней поскидывала и всех забрала к себе. Убей кактус. Убей кактус смерть! Сделай засуху. Хотя, оказывается, по хуням. Сделай, ай, выкатывай. Болото. Вот, другое дело. Один жнец. Один жнец справился со всеми красавчиком. Молодец. Один жнец, красавчик. Молодец. Так. Вот. Пошли мушкетеры. Это, скорее всего, как раз-таки тот дед ай, который в меня будет далеко стрелять. Ну да, это он, это они, это женщины. Окей, женщины-стреляшечки. Женщины-стреляшечки. Допустим. Надеюсь, они стреляют не так сильно, хотя мне кажется, что они дорогие. Они за 900. Наверное, шмаляют пиздец прилично. Наверное, бьют прям только в путь. Бьют прям жесть. Тогда, получается, их нужно тоже стрелять, потому что если я буду к ним подходить, это будет глупо. Они меня расстреляют. К ним тоже нужно проявить сочувствие и быстренько их разъебать. Хорошо, давайте сделаем катапульку. Этого не хватит, мы просто проверим теорию. Ну-ка. Так, ладно. Ладно. Ебать! Еба-бабенки подали. Просто нахуй посмели все мне. Хорош. Ну это как мушкетчики, только пожёстче, судя по всему. Так, мушкетчики у меня где? Мушкетчики у меня в Ренессансе. Ну, окей. Давайте попробуем так. Вопрос, у кого дальше стрелялка? Ну, по идее, мои мушкетчики справляются неплохо. Только у этих перезарядка быстрее. Эти вот так в ружьё своё перекидывают. А подожди, может быть, это не те, может быть, это дуэльщики? Потому что они, видишь, крутят. Это, может быть, как раз-таки вот эти вот, как их называют, которые... Quick Draw. Они, потому что тоже, видишь, нарисован значок, как будто он перевар... Нет, пистолет нарисован. Блядь, скорее всего, это не они. Так, ладно. В принципе, справляются неплохо. В принципе, тогда давайте попробуем бардов что-то зацепить. Пусть мушкетчицы-бобёнки стреляют в бардов. Барды будут отвлекать, а мои в это время всех расстреляют. Это гениальный план, поехали. Барды же для чего-то нужны. Во! Во! Другое дело! Вот! Другое дело, всё. Они всех отвлекли, а мы просто тупо разъёбываем то, что осталось. Подожди, а в смысле, почему один-то остался? А давайте стреляйте быстрее, пацаны! Ну и стреляйте нормально в бобёнок, блядь! Вот, вот, ещё! 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 Ещё чуть-чуть! Хорош! Другое дело, другое дело. Ну, они, на самом деле, быстрее, гораздо, стреляют. Ой, а это кто? Они стреляют быстрее и мощнее. Это заключённые какие-то? Так, это у нас фейерверщики. А это кто, блядь? Почему у меня таких списков-то нет? Чё за бред-то? У меня в списке нет таких солдат. Чё за хуйня? Так, 7500. Это что-то жёсткое, судя по всему. 7500 это что-то прям такое себе. За 7500 чем бы их разъебать-то? Ну, по идее, катакульты... Катакульты. Катакульты было бы неплохо. Давайте попробуем. Как они себя поведут? Ладно, они шмаляют. Окей. Они неплохо, кстати, шмаляют. Неплохо, но не знаю, хватит ли это за те деньги, которые... За 2000. Посмотрим. Ну, можно, конечно, ещё пушкой попробовать. Было бы тоже неплохо. Давайте поставим ещё по пушке. Может, вообще пиратами возьмём? Пиратскую королеву сзади подступим. И пусть ещё одна пушка будет. Посмотрим. Так, попробуем. Окей. Ну, не знаю. Эти катакульты сейчас постреляют, пушки постреляют. Потом королева либо разберётся, либо хоть пойми, чё будет. В принципе, в толпу шводит нормально. Они идут кучненько, они идут толпой. И, в принципе, пушки здесь вполне себя оправдывают, но они уже кончились. Вот эта херня, это, знаешь, они стреляют как какие-нибудь лучники в какой-нибудь ММО. Знаешь, чисто скилл такой. Ты наводишься на цель, камера сверху, тебе показывается кружок, и ты туда шмаляешь. Примерно так же получается. Но окей, он не успел. Как он так чётко вделает, я хуй его пойму. Но танцует весь. Танцует весь. А, не всё, что ли? Блядь. Да не бойся, чё. Да не бойся ты, всё будет нормально. Всё, тебя спасли. Тебя спасли, очень эффектный кадр получился. Очень эффектный у тебя кадр. То есть, прикинь, чувак сбежал из тюрьмы, притащил с собой камень, и один хуй сел в тюрьму. И с железной, блядь, в деревянную. Ну не повезло такое, по жизни такое бывает. Что ж теперь, неудачник. Бывает и такое, всё, поехали дальше. Несложная фракция, против него воевать совершенно легко. Кроме коней. Кони, вот да, кони начинают делать напряг. А так, по сути, ничего страшного здесь и не происходит. У меня 5800. Здесь вроде никого. Но, блях, их так много. Вот это вот не очень хорошо. Может быть, хвачу ебануть? Давайте попробовать, ну, хвачу. Вот, даже 2, 3 хвача поставим. Чё будет вообще? Попадут ли они в коней? Хорош! Всё, пизда. Если бы третья хвача попала, было бы хорошо. Так, отлично. Минус 3 коня. И остаётся 1300 на то, чтобы добить остальных. Чем добить остальных, непонятно. Можно поставить, но их будет мало. Самураев, а никто в них не стреляет. Поставить фермеров, которые пришли и просто тупо разбираться на разборке, у них слишком тухленькое здоровье. Камни, может быть, бонмагов? Вот бонмаги были неплохи. Четыре штуки влезет, ну, давайте посмотрим. Давай только точно попадай по коням сразу. Бля, теперь 2 коня соживы, серьёзно? Ну, допустим. Ну, здесь весь прикол в том, что хвачь, почему ты не попадаешь? Хвачь. Было бы все 3 попадания, было бы шикарно. Во! Бля, теперь один живой остался. Ну, что же ты будешь делать-то? Ну, ладно. Прошлый раз оставалось 2 живых. Серьёзно? Хорош. А, так хватит, ещё живые. Ёб твою мать, хватит, ещё живые. А я думаю, не подходите, отойдите от метеоритов, от этих, ёбаный вас в рот. Отхожу. Отхожу, ебать. Всё, взял в свои руки. А, нормально, всё нормально. Всё взял. Кто? Хорош. Ну, здесь, типа, ебать, он упинает. Ну, вот тупо к себе подтянул и пинает. Что делать? Бля, спокойно. Вот и всё. Вот и всё. Боже, нет, когда берёшь всё в свои руки. Вот так вот всё делать. Это что дуэль? Дуэль, серьёзно? Дуэль, ну давай. Ну, давай, окей. Давай, дуэль, допустим. О! Чё? Нихуя он быстрый, слышь, самый быстрый. Рука на диком западе, блядь. Стреляй! Окей, допустим. Блядь, так он увернулся, это нечестно. А если он уворачивается, какой смысл у него стреляет? Если он, может быть, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай вот такую дуэль. Здесь, правда, должна быть перестрелка в любом случае. Ты сразу посеял, что ли, стреляешь? Так, уел? Он сразу по сейф стреляет? Товарищи дурак. Сколько ваше дуэль то? Я бы поставил её, мне бы было плохо ядно, на самом деле. Так. Но на неё не хватает. Может быть, попробуй просто тупо лбом протаранить? Да ты что, какой это ты? А он, блядь, террельно уворачивается от выстрелов. Может, пирата какого-нибудь? Гарпунёра? А чё, тоже стрелок. Ты да! Не, ну это не честно. Раз на раз тут не выиграешь никак. Хотя бы, если поставить мушкетчик подальше... Да нет, это бесполезно. Тут надо два, чтобы выстрела было. Два, причём одновременно, причём в одно и то же место. Ну, кидать попробуем и так. Да ты какой... Ебать, ты серьёзно? Ха-ха! Ты серьёзно? А его вообще можно побить-то, нет? Да он просто подходит, начинает, блядь, вот эти... Деньги, ой, деньги, говорю, как... Пули, блядь, свои раздавать, серьёзно? Какой, сука, жёсткий! А чем же его взять-то? Надо кем-то, кто не умрёт от одного выстрела, или хотя бы... Ау, ну, без проблем. Так он же в сене, блядь, он в бронежилете, ты чё? Бронежилет же не должен никого убивать. Так, это проблемка, секунду. Это проблемка, но не для меня. Сказала Валькирка, поехали. Ну, дело в том. Да ты в смысле? Блядь, какой чёрт. Так, ну-ка, секунду. Валькирка и Берсадил. Окей, вот так вот сделаем тогда. Тогда сделаем вот так, поехали. Посмотрим. Викинги против Дикого Запада. Вот и всё. Ну, по сути, она справилась с ним одна. Второй просто тупо отвлекал, но... Как бы раз на раз это не выиграть. Раз на раз эта дуэль вообще бесконечная, по крайней мере, для него. У меня-то всё больше сразу же не закончится. А чё за хуйня? Почему мы её перетащили? Сюда. Здесь... Ну, ничего сложного вроде нет, но... 3 800 всего. В чём смысл? Я поставлю опять хвачи и чё хочешь, что мы делаем, блядь? А смысл какой? Какой мне смысл с ним воевать? Могу поставить рипера, ничего. Ничего они, блядь, сделают. Вот одного мечника. Вообще похуяло, смотри. У них никто не стреляет. Ну, кроме вон того. Но это не те, это не быстрые руки. Это обычные пацаны, которые стреляют вверх. Ну, это вообще изичное построение, на самом деле. У кактусов есть какая-то броня, по ним видно. По ним видно, что они блокируют, ну, по крайней мере, удары меча. Пули-то вряд ли они блокируют, но меч они блокируют. То есть они, типа, как танки у этих... У этих, как ли, деревенских пацанов в стогах сена, только в кактусах. Ну, в жне здесь распаляется вообще неплохо. Прям просто берет и все... А, куда-то. Живая, блядь, смотри. Но он вообще распаляется на раз. Но вот по поводу того стрелянщика я бы не... Да вы-то кто такие? Вы откуда беретесь-то? Какие-то пушкари, блядь, появились. В смысле? У меня половины этих войск здесь нет. Что за бред? Ебать пулеметы! Хе-хе! Ебать пулеметы! Вы че? Одни стрелки, нихера себе. Ну ладно, одни стрелки. Давайте я возьму нормальных пацанов. Давайте посмотрим, какие, блядь, из вас стрелки. Давайте посмотрим. Давайте еще. Давайте смотреть. Главное, кучно их не ставить, чтобы они друг друга не стреляли. И в то же время должны они отвлекать на себя. А вот чтобы пулеметы... И все? Так, так он пулемет или че? Ну да, он шмаляет только так. Ебать он быстро! Шарманка, блядь. Ну неплохо. Ну опять-таки, здесь очень много видов войск. Здесь уже никогда в этой игре не будет баланса. Ух, блядь, тут их трое. Тут печально. Здесь никогда не будет баланса, потому что, ну, слишком много разновидностей войск. И слишком легко можно выиграть, были бы деньги. Стреляем? Нет, сегодня. Танк, блядь! Стреляй! Стреляй! А че это он не отпрыгнул? Он, типа, только от пуль отпрыгивает? Ну тут либо победа, либо нет. Нет, не победа. Он отпрыг... Блядь, их два живых осталось. Они, то есть, отпрыгивают только от пуль. От снарядов, походу, они не отпрыгивают. А если я хвачу, сейчас опять запущу? Хвачу было бы неплохо. Ну-ка. Вот одну хвачу на всю кучу. Хвачу на кучу. Ну и дракончик можно вперед запустить еще. Смотри. То есть дракон кого-то сносит. Прям неплохо. Хвача сносит. Что ж ты будешь делать, блядь? Ты что делаешь-то? Окей, медный не вариант. Ну, много самураев. Тоже не вариант, наверное. Хотя сколько-то выстрелов они, конечно же, отстранят от себя. Отобьют. Ну-ка. Я не понимаю, сколько у них выстрелов. Сколько за раз он стреляет? Его, во-первых, не убьешь. Он стреляет то ли три, то ли четыре выстрела. Вот они реально, они заставляют проблемы. У них прям реально проблемы. Но не со жнецом, конечно же. Я могу тоже просто кучу лучников поставить и проблем не знать. Можно даже их немножко подбить змеями, чтобы они... А, так а действительно, а че? Хвачу. Действительно. Ну-ка, блядь, просто посмотрю. Так, но они не падают, окей. Нет, вон тот упал. Тот еще и разбился до кучи. Так, и в этого попали. У них не вылетают змеи. А почему у них не вылетают змеи? Змеи должны напрягать уже. С самого начала. Так, змеи пошли, хорошо. Почему змеи не отвлекают тех ебаных быстроногих руки? Это вообще не вариант. Их нужно чем-то сносить. Их нужно чем-то сносить. Очень быстро. Очень мощно. Очень че-то. Очень как-то. Можно поставить пушки. Пушки были бы неплохи. Хотя можно поставить валькирок. Но валькирки залетят не туда, куда нужно. Валькирки полетят в первую толпу. А нам нужно не в первую толпу. Что такое вампиры вообще? Что они делают? Они, по идее, сосут и восстанавливаются. Плюс они маленькие. Я хотел сказать, плюс они маленькие. И по ним трудно попасть. Хуй-то там. По ним попасть очень даже легко. Вот я не знаю, что с этими делать. Здесь явно больше, чем 4 тысячи у меня. Вот в этом вся проблема. Опять начинается эта сраная невозможность. У них просто тупо больше денег. У них очень много денег. А мушкетеры... Этой мушкетчиком я пробовал, да? И почему они не справились, я не пойму. Почему они не справились? Что за бред? Они должны справиться без проблем прям. Вот перезарядку у них, конечно, долго. А так-то, по идее, что? И все три, блядь, живы. Серьезно? А что? А что мешало в прошлый раз-то? Или я их не ставил? Что это было сейчас? Это не я. Вот это сейчас было не я, если честно. Это не я, если что. Не надо на меня валить. Это все в игре. Так, это у нас кто? Это нас эти, салютчики. Ну хорошо, ну салютчики. Что дальше? Может быть загнать им просто коня сюда? Много коней, я в рот его ебать. Ну как тут сразу должны взлететься? Ебать тут веселуха. Кони прям на раз забегают и прям разъебают. Ну здесь уже что-то посерьезнее, конечно. Посерьезнее, но какой смысл, когда есть три жнеца? Ровно на трех жнецов. Ровно прям. Я не понимаю, почему желтеют они от иголок? От кактусов или что? Бля, уже минус же нет, что ли? Серьезно? А можно быстрее, пожалуйста? Пиздец, жнецы как уходят, смотри. На ровном месте уходят жнецы. Да ладно, ты че? Так, окей, понял. Понял, давай ближе поставлю. Давай поставлю ближе. Все дело в том, что жнецы слишком долго шли. Все дело слишком в том, что жнецы шли... Сейчас, сейчас, сейчас. Шли, долго слишком шли жнецы. Долго слишком шли жнецы. Сложно, блядь. Проговорка. Проговорка скороговорка. Проговорка, блядь. Параговорка очень сложная Слишком долго шли жнецы 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 Блядь, это не выговорит Слишком долго шли жнецы Это как Саша по шоссе сосал Вот то же самое происходит и здесь Слишком долго шли жнецы Блядь, ну 11 тысяч Чего вы от меня хотите? Что я должен сделать с 11 тысячами денег? Я могу поставить просто 4 квачи, 8 танков Что вы, блядь, от меня хотите? В чем проблема? Я не понимаю Раз танк, два танк, все, вы проиграли, поехали Вы уже проиграли, какие нахуй 11 тысяч? Куда вам столько денег, скажи, пожалуйста Куда вам, блядь, 11 тысяч? Вы уже проиграли, окститесь 11 тысяч, все ваши снаряды насквозь летят Какие 11 тысяч? Для чего они мне? Зачем я справлюсь с одной тысячей? Все? Все, окей, на этом все Хотя давайте попробуем, а что они из себя представляют А секретные зачем мне открылись? Так, ну квикдро стоит 1200 Дидли падли тлюля, да, согласен Ну давай посмотрим, что он делает Стреляет он быстро, очень Очень быстро Вот динамитчики, на самом деле, они, мне кажется, каким-то, ну, бесполезными Типа, да, они кидаются, ой, батька, ой, ой, какой Типа, они, да, кидаются и Это что такое? Секретные, да, смотри, хуйня? Типа, они, да, кидаются и, как бы, они кидаются и сразу умирают Такие, по-моему, пиратов есть, они высадят один раз и становятся совершенно бесполезными Здесь, по идее, то же самое Это кто, блядь? Наездники на динозаврах? Откуда, блядь? Или это секретные войска пошли? Подожди, я не помню каких наездников на динозаврах, если честно Я не помню таких Ну лосо здесь ставить не вариант А чем? Опять куча вот этих пацанов, чтобы они разъебали всех? Давайте попробуем Народу очень много выбегает из лесов еще Ну, кактусы ставить, как вариант Кактусов много Вопрос, как усердно они будут справляться и будут ли вообще Но они стреляются, они защищены, по идее, от укусов и от выстрелов По крайней мере, стрел Нет Ну давайте кинем много динамитов Я просто не понимаю, что здесь делать, когда со всех сторон столько народу выбегает Вот, реально, столько динамитов взорвалось И практически все живы Ну не все, но много Это бесполезное создание Это абсолютно бесполезные войска Вот эти динамитные кидалки, это ну какая-то хуйня А если так? Так их мало будет Так они даже не успевают разогреться, как их уже убивают Вот здесь, конечно, загадка уже века, как это лучше сделать Но мы это посмотрим в следующей серии, пока не будем тут растягивать, затягивать Ссылка на плейс-описание под видео Подписывайтесь на канал, на паблик, на дизайн-фотограмм, комментируйте, ставьте лайки Называйте про колокольчик, ставьте там все уведомления Все в следующей серии, ребятушки, всем пока Раньше здесь был мат